В телеграм-канале Департамента транспорта Самары напоминают, что в связи с проведением Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» ряд маршрутов работает по скорректированной схеме. Объезд автобусов номер 24 по улице Полевой, Галактионовской, Вилоновской, Самарской, Льва Толстого, Куйбышева в оба направления. Номер 3 по улице Льва Толстого, Самарской в направлении ООТ «Речная», номер 34 по улице Красноармейской, Самарской, улице Льва Толстого, Фронза в оба направления. Глава Ленинского района Самары Елена Бондаренко предлагает подключиться к эфиру, который подготовили постановщики церемонии открытия российской студенческой весны. И из первых уст узнать о том, как создаются настоящие современные шоу. Ссылка размещена в телеграм-канале. Администрация Самары в своем телеграм-канале «Вести с Дворянской» сообщает организаторам спортивных секций в муниципальных учреждениях, что они могут провести учебно-тренировочные сборы для своих воспитанников на базе детского центра «Олимп». Летом в лагере будут работать шесть смен. Первый откроется 1 июня, а последний завершится 30 августа. Количество мест ограничено. В Красноглинском районе опубликовали памятку о мерах профилактики вирусного клещевого энцефалита. Там рассказывают, где можно заразиться, как распознать основные признаки болезни, можно ли самому снять клеща и что делать после этого. Информация особенно актуальна в мае, когда клещи представляют серьезную опасность. С начала весны более 1300 жителей обратились в больницы региона с жалобами на укусы клещей.